ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Аделаида Викторовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще, какие существуют основные правила регистрации прав на недвижимость? На что нужно обращать внимание? И какие казусы могут при этом возникать? Ну, самое главное, что хотелось бы отметить, что семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации, они находятся под защитой государства. То есть все семейное законодательство, оно у нас исходит из необходимости укрепления семьи. То есть построение всех семейных отношений на взаимной любви и уважении друг к другу, взаимопомощи и ответственности. Вот это вот основной момент, когда каждый должен осознать свою ответственность перед членами своей семьи. Вот это вот сложно, и в большинстве случаев из-за этого возникает большинство споров и так далее. То есть как нужно подойти к регистрации прав на недвижимость, чтобы потом вот этих споров, конфликтов и так далее не было? Вот что нужно знать, о чем помнить? Основные правила. Ну, основные правила помнить о том, что у нас российским законодательством предусмотрен как договорный, так и законный режим имущества супругов. То есть все имущество, которое приобретается в период брака, супруги могут права на него оформить в процессе на основании, допустим, брачного договора. Но приоритет будет все равно законный режим имущества супругов. Он укреплен у нас в семейном законодательстве и гражданским законодательстве. Фактически у нас в большей степени действует именно такой режим законный. То есть общее совместно нажитое имущество супругов в период брака является их совместной собственностью. И при, естественно, разводе оно в большей степени определяется пополам. В то же время существует договорный режим имущества. Это когда супруги заключают брачный договор. И они могут в этом договоре предусмотреть все последствия на реализации этого имущества в будущем. То есть чье будет имущество даже в случае развода в будущем. На какое имущество будет распространяться этот брачный договор или на какое имущество не будет распространяться. То есть обо всех этих условиях, по сути дела, можно договориться. Хотелось бы также обратить внимание, что имущество в период брака, приобретенное супругом по безвозмездной сделке, допустим, по дарению, или это передача квартиры в собственность граждан, приватизация, или полученная по наследству, является его личной собственностью. Вот об этом необходимо помнить. Да, да, да. И часто вот даже вот, так скажем, тещи, наверное, делают выбор в пользу оформления, вот в пользу вот этой формы дарения, чтобы, допустим, квартира потом не делилась. Ну, больше с этими, конечно. Есть такие случаи. Вот есть такое понятие согласия супругов, да. При регистрации прав на недвижимость должны выразить свое согласие оба супруга и присутствовать при этом тоже оба. Вот как все это вообще происходит? Ну, в разных случаях по-разному. Допустим, если объект недвижимого имущества приобретается в совместную собственность и приобретается одним супругом, то это все равно будет являться совместно нажитым имуществом, потому что приобретается на средства совместные этих супругов. И при этом при приобретении этого имущества фактически согласия не требуется. Но когда идет распоряжение имуществом, то есть когда супруг, на которого она уформлена, хочет реализовать это имущество, вот здесь вот требуется согласие второго супруга. Понятно. Могут, конечно, да, конечно. Могут супруги вместе оформить сразу в совместную собственность. Это будет их общее имущество при приобретении квартиры, допустим, вдвоем. Они вполне могут присутствовать и в договоре они должны быть прописаны. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Сколько времени должно пройти после развода, чтобы не требовалось согласие бывшего супруга на продажу имущества? Раздела имущества не было через суд. Светлана. При государственной регистрации прав на территории Самарской области, я могу сказать, у нас такая практика. Если развод состоялся и имущество было оформлено на одного из супругов, то после развода мы это согласие уже не требуем. То есть фактически количество лет в этом случае не играет роль. Конечно, срок исковой давности он есть, но для реализации своего права, если вы в период развода не определили каким-то иным способом, кому принадлежит какое имущество, то оно остается по умолчанию за тем супругом, на кого оно оформлено. Если вы добровольно договорились, то дополнительного оформления здесь не требуется. Другое дело, когда есть какие-либо споры, и один из супругов скрывает то, что хочет продать от другого супруга, и в этом случае, конечно, впоследствии только в судебном порядке такая сделка может быть признана недействительной. Понятно. Вот вы начали свое выступление с темы семьи. И вообще в последнее время институт семьи у нас тоже меняется, и очень много заключается в так называемых гражданских браков. Они даже не заключаются, а вот живут в гражданском браке. Скажите, вот эта ситуация как-то влияет, как может повлиять на разделы, на такие вот конфликтные какие-то вот ситуации, еще на что-то? Необходимо помнить, что когда люди проживают в гражданском браке, у нас, согласно семейному кодексу, брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, является признаваемым государством. Гражданский брак, он не признается государством. Только в судебном порядке вы можете доказать, что вы ввели совместное имущество, то есть ввели совместное хозяйство, и у вас были совместные средства для приобретения той или иной недвижимости. А по сути дела, по закону, только брак признается, который в экономизакса урегулирован, то есть он, последствия имеет только он. То есть, если вы приобрели вне брака официально оформленного, то, получается, имущество будет лично тем, на кого оно оформлено. А вообще, возможны случаи, когда вот согласие подделывается одним из супругов, и квартира ему и достается. И как, опять же, вот, насколько это вот такие ситуации бывают? Ну, смотрите, как я уже сказала, при приобретении недвижимого имущества согласие супруга на приобретение не требуется. Вот на отчуждение оно требуется, на распоряжение этим имуществом в том или ином виде. Вот реально его подделать? Потому что, вот, я прошу, что бывают такие случаи, что и подделываются. Вполне возможно. Дело в том, что при приеме документов, при проведении правовой экспертизы определить это невозможно. Мы работаем непосредственно с документами, то есть мы не общаемся непосредственно с гражданами. И при работе с документами выявить, что той или иной документ является поддельным, очень сложно. И в большей степени мы рассчитываем на добросовестный сторон. Но последствия здесь такие. Это в будущем, если второй супруг доказал, что он не давал этого согласия, в будущем эта сделка только в судебном порядке признается недействительной. Следующий вопрос, Марина. Мы разводимся, как делить автомобиль? Ведь это тоже совместно нажитое имущество. Об автомобилях нет? Никаких договоров не заключается? Дело в том, что вы, конечно, можете, в принципе, я думаю, 38-я статья Семейного кодекса, она как раз говорит об определении долей или о разделе долей в совместно нажитом имуществе супругов. Вы можете предусмотреть договор в простой письменной форме, в котором определить, кому переходит в собственность автомобиль и зарегистрировать его уже в органах ГАИ. Но это лучше за консультацией обратиться в нашу Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Вот в таких ситуациях, когда семьи распадаются, супруги разводятся, часто страдают дети. Как защитить права ребенка на недвижимость? Потому что все мы знаем, что по закону дети тоже имеют свое право на какую-то долю. Но как разобраться на какую и как все это оформить? Потому что есть же какой-то возрастной лимит, когда ребенок может заявлять о своих правах. Если объект недвижимого имущества, где проживали дети, находится в собственности муниципального образования и в последующем возможно передать его в собственность гражданина, то есть по договору о приватизации, то в этом случае несовершеннолетние дети, которые фактически являются членами семьи собственника будущего, они должны принимать участие в приватизации. То есть они имеют полное право, и не участие в приватизации, оно разрешается только с согласия органов опеки и попечительства. То есть если мама, допустим, с детьми проживает в одной квартире, но до этого дети ранее проживали несовершеннолетние с папой, и папа остался в той квартире, а дети перешли к маме, то они имеют полное право на участие в приватизации имущества. В остальных случаях, если это было личное имущество папы, то он имеет право в том числе выписать детей, и они могут проживать только с мамой. То есть тут его право больше защищено. Вот еще из темы государственной поддержки семьи, это материнский капитал вот в этой теме, и он имеет какое-то значение? Конечно. Как это ему тоже распоряжаться? Материнский капитал – это вообще отдельная тема даже для беседы, можно так сказать, потому что у нас в целях реализации послания президента в 2006 году был разработан федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, и который предусмотрел с 1 января 2007 года всем, у кого рождается второй ребенок, ну, либо третий, выплату определенной материальной поддержки, которая должна идти. Вот для сравнения, в 2007 году размер был 250 тысяч на второго ребенка выплатился, в 2015 году уже 450 тысяч выплачивается при рождении второго ребенка. И данный закон позволил реализовать на улучшение жилищных условий, на образование, на реализацию, допустим, выплаты ипотечных каких-то кредитов, этот материнский капитал, но в последующем обязательно должно быть оформление на всех членов семьи этого недвижимого имущества. Понятно. Вот вы сейчас сказали такое слово, ипотека, и я думаю, что если вот ипотека еще не выплачена, а супруги уже в разводе, то тоже очень много вопросов, кто будет выплачивать. И вот когда жилье еще не оплачено до конца, вот как в этих случаях? Ну, в первую очередь, конечно, я всегда призываю самим супругам между собой договориться о том, как будет реализовываться изначально те или иные положения, потому что сложно на самом деле. Все это в основном сейчас решается только в судебном порядке. Конечно, на добровольной основе после развода можно составить соглашение о разделе совместно нажитого имущества, в котором предусмотреть, что, кем будет выплачиваться ипотека, в каких там размерах и так далее. То есть это все, обо всем можно договориться. Главное, чтобы стороны чувствовали свою ответственность не только перед друг другом, но и перед своими детьми. Да. Следующий вопрос. У нас с мужем в браке были приобретены две квартиры. В одной у нас по одной второй доле на каждого в собственности. Второй квартира оформлена на меня, но приобретена в браке. Муж пьет, боюсь с ним что-то случится, с свекровью плохие отношения. Что сделать, чтобы квартира не досталась свекрови? Вот такой прямой вопрос. Действительно, вот тут вот уже много членов семьи включаются. Да, я, наверное, скажу таким образом, что в любом случае ваш супруг, он является правоспособным и дееспособным гражданином. Даже независимо от того, что он употребляет напитки, он имеет право на то, чтобы проживать в этой недвижимости и ею владеть. Соответственно, и распоряжаться этой недвижимостью. В период брака он вполне вам может по соглашению передать долю в этом имуществе по брачному договору вполне. То есть можете заключить брачный договор и определить тот режим, который будет установлен на это недвижимое имущество. Через брачный договор. Марина, у меня умерла мать, приватизирована квартира на четырех человек. Мать и отец, я и моя сестра. Мать с отцом была в разводе. Кому будет теперь принадлежать часть доли матери? Вот эта тема, да, когда вот умирает один из собственников, да, тоже вот много возникает таких вот спорных ситуаций. Спорные ситуации возникают. И родственники, и там, и братья, и сестры что-то включаются. Нужно здесь прежде всего помнить, что в любом случае при смерти гражданина, когда открывается наследство, вот это вот имущество его, даже пусть в размере там одной-второй доли, оно будет являться наследственной массой. И на него имеют равные права все наследники первой очереди. То есть это, если она была в разводе, уже разведена, то, соответственно, супруг уже не имеет на него права. Но дети, все ее совершеннолетние, они имеют право. В том числе обязательную долю в наследстве может быть предоставлено каким-либо несовершеннолетним детям. То есть определение круга наследников это задача нотариуса. Необходимо в течение шести месяцев с момента смерти обратиться к нотариусу, всем наследникам, и подать это заявление для вступления в наследство. А можно ли, вот изначально можно, да, по долям уже квартиру сразу оформить, да, вот как это делается, вот кто потребуется, оба супруга, что для этого нужно? Здесь тоже необходимо... И чтобы это тоже по закону было, чтобы никто не был ущемлен. Конечно. Я здесь сразу опять напоминаю про брачный договор. Когда в брачном договоре предусмотрено, что в последующем все недвижимое имущество будет приобретаться в равнодолевую собственность супругов, то в этом случае при купле-продаже недвижимого имущества вы можете определить сразу по одной-второй доле на каждого супруга, приложить на государственную регистрацию данный брачный договор, и сделка пройдет с учетом требований этого брачного договора. И в последующем на реализацию своей доли согласие супруга уже не потребуется. Почему институт брачного договора? Он сейчас, я бы сказала, что он набирает обороты, потому что мы сталкиваемся много в своей практике, к нам обращаются и прикладывают брачный договор для приобретения недвижимости или передачи недвижимости. А если захочешь воспользоваться долей второго супруга или супруги, обязательно нужно согласие. В этом случае вторая доля уже сам супруг будет ею распоряжаться. То есть тут уже не согласие, а своей долей распоряжается сам супруг. Сам собственник. Но если он согласится отдать свою долю, допустим, вот остается там мама с ребенком, ей негде жить, а вот супруг уходит в другую семью, допустим. Он же может дать согласие свое на распоряжение своей доли? Он может дать согласие, также он может улучшить жилищные условия своего ребенка, он может подарить эту долю своему ребенку. Потому что у нас достаточно много сделок сейчас, тоже с учетом средств материнского капитала, проходит в нарушение норм 37-й статьи Гражданского кодекса. 37-я статья говорит о том, что опекуны, попечители, близкие родственники не имеют права совершать сделки с несовершеннолетними за исключением дарения. И поэтому я сразу обращаю внимание, что бабушка продать своим внукам, или дедушкам, или тете, или дяди, или племянники там и так далее, несовершеннолетним своим родственникам продать имущество не имеют права. А подарить могут. А подарить могут, пожалуйста. Следующий вопрос от Галины. У нас детей не было с мужем, муж умер, приватизация была совместная, но я не знаю, завещал ли он свою долю родственникам, а я инвалид второй группы. Могу ли я оспорить это завещание, если оно есть? Оспорить в нашем государстве можно. То есть вы имеете право на оспорение этой односторонней сделки. Но в первую очередь я бы вам рекомендовала обратиться к нотариусу по месту жительства. Обычно завещания оформлялись именно там, по месту последнего жительства умершего. И уточнить, было ли завещание или нет. И в том числе открыть наследство. И по истечению шести месяцев вас нотариус ведет в наследство. Половину квартиры вы уже имеете право. Это ваша собственность. Вторая половина квартиры включается в наследственную массу. И то у вас от этой половины ваша половина в любом случае будет передана по наследству. То есть фактическая наследственная доля кого-либо из родственников может быть там одна четвертая, если они, наследники, заявятся. То есть когда нет завещания, усугубляется, сложнее становится ситуация. Или по закону, по долям как-то распределяется все это? Конечно, по закону, по долям распределяется. Тут действует законный режим. Понятно. А вот вообще какая существует практика? Как можно выходить правильно, опять же, и без лишних потерь, и из имущественных споров? Вот какая практика сегодня? Наиболее вас требованы? Какие варианты? Варианты различные. Очень хорошо, когда супруги между собой умеют договориться. Есть через суд, в большинстве случаев, конечно, договариваются, но и там они вполне могут составить мировое соглашение. В нашей практике, в основном, это на территории Самарской области, повторюсь, действует соглашение в силу норм статьи 38 Семейного кодекса, которое говорит о том, что супруги могут и в период брака даже разделить свое имущество тем или иным способом. Поэтому главное, чтобы супруги могли между собой договориться. Да, но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда уже даже и не разговаривают между собой супруги, доходят до такого. То есть брачный договор можно составить и не при оформлении брака, а после, в любой момент. Подруга хочет взять квартиру в ипотеку, замужем, пятилетняя дочь с мужем отношения не ладятся, за квартиру придется выплачивать самой. Боится, что если будет развод, и на квартиру будет претендовать муж. Сама она прописана у мамы, дочи у свекрови. И что делать, чтобы не лишиться квартиры, за которую придется выплачивать ипотеку? В первую очередь нужно урегулировать отношения с супругом. То есть если уже на грани развода, то необходимо официально оформить данные отношения, то есть прекратить брак. И после этого уже определять имущественный статус, кто и как будет выплачивать ипотеку. Вот, наверное, когда оформляется ипотека с семьей, у которой уже есть дети, тоже существуют определенные правила. Вот какие? Самое главное при заключении договора ипотеки или кредитного договора, это банковское сообщество уже сами проверяют все документы для предоставления кредита. И в большинстве случаев при приобретении недвижимого имущества с участием несовершеннолетних банки не против заключения таких договоров. Там доля, конечно, у несовершеннолетних обязательно остается. Самое главное, чтобы у родителей была возможность выплачивать этот кредит. Ну вот еще хотелось бы подробнее разобраться вот с имуществом, которое входит в категорию совместно нажитое, да, и как оно, с какого момента оно становится совместным, и как оно потом делится, вот чтобы было сразу понятно. Потому что, видите, машину, вот вы сказали, что-то не подходит. Вот нас спрашивали, как ее разделить, автомобиль. А вот что входит в категорию вот это вот тогда получается? О чем мы можем говорить? Я могу говорить о недвижимом имуществе. Автомобиль тоже может быть совместно нажитоем имуществом. Он точно так же. Это то имущество, которое приобретено на совместные средства. Имущество, именно приобретенное в браке. То есть вот с этого момента и до этого. С момента заключения брака тогда получается? С момента заключения брака. С момента заключения брака все ваше имущество, которое вы приобретаете, становится совместно нажитым. За исключением. Как я уже говорила, дарение, наследование, безвозмездные сделки, приватизация. И потом, как оно делится, совместно нажитое имущество, при реализации продажи и так далее? В последующем совместно нажитое имущество может, как я уже говорила, отчуждаться совместно с супругами. А чтобы его разделить, если брак уже прекращен, можно составить соглашение, по которому имущество будет определено, кому какое переходит. То есть это соглашение составляется после расторжения брака в простой письменной форме, в котором вы определяете, эта квартира переходит в собственность супруги, следующая квартира переходит в собственность супруга. Как вам будет удобно? Главное, еще раз повторяю, чтобы вы могли договориться. Следующий вопрос. Зинаида. Купила квартиру, сделала дарственную сыну. Имеет ли право на нее дочь и жена сына? Еще раз хочу обратить внимание, что по сделкам безвозмездным, а дарение является именно такой сделкой безвозмездной, это имущество становится только того, кому оно предназначено. То есть это имущество только вашего сына. Ни невестка, ни ваша дочь, никто не имеет права на это имущество. Да, ну вот, как мы уже говорили, это довольно частый случай, когда вот даже, может быть, вот волнуются родители, что не сложатся отношения там у сына или у дочери с будущим мужем или женой. И вот так вот подстраховывается. Потому что все мы знаем, что, конечно, квартира, не только москвичей, наверное, портит квартирный вопрос. Очень много проблем, да. И вот действительно, даже вот слушаешь иногда, когда рассказывают родные люди и ссорятся, и делят имущество после смерти родителей, или при разводах доходят до таких ситуаций, что действительно становится страшно. И вот еще раз хотелось бы у вас уточнить, как сделать так, чтобы до таких моментов не доходило изначально, еще при регистрации прав на недвижимость. Вот что нужно учитывать? Потому что действительно, ну вот, вот что это за процедура регистрации прав на недвижимость? Вот как к ней подойти осознанно, серьезно и без каких-то последствий? В первую очередь, естественно, все документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Все стороны должны быть дееспособны. Документы должны иметь надлежащие подписи. Соответственно, согласие супругов на распоряжение имуществом должно быть нотариально удостоверенное. Если вы даете доверенности, то доверенности должны быть даны надежным людям. И также доверенность нотариально удостоверенная. То есть соблюсти все требования нашего законодательства к оформлению документов. И в этом случае все ваши права будут защищены. И вот, конечно, с такими, вот, с недвижимостью часто действуют такие схемы, мошеннические, так скажем. Вы с такими сталкиваетесь или как-то вот, как себя тоже предостеречь? Вы знаете, еще раз повторюсь, что при совершении сделок с недвижимым имуществом доверяйте только надежным людям. При продаже этой недвижимости, если вы хотите проверить чистоту квартиры, пожалуйста, в многофункциональном центре у нас выдаются выписки о правах на объекты недвижимого имущества, которые содержат все сведения, кто является собственником. Можно заказать информацию о переходе прав, то есть историю этой квартиры, кому она ранее принадлежала, кто стал сейчас собственником. Есть ли какие-то ограничения, обременение на эту квартиру, есть ли там не погашенная ипотека, есть ли арест и так далее. Всю эту информацию вы можете узнать, получив выписку об объекте в многофункциональном центре. Пожалуйста, обращайтесь, и это единственная гарантия проверить чистоту квартиры. Следующий вопрос Ирина задает. Мать оформляет квартиру на одного из сыновей, сейчас она лежачая, за ней ухаживает второй сын, а другой? Не может. Может ли она разделить квартиру пополам на двоих сыновей? То есть это уже вопросы ухода и отношения включаются. Да, естественно, мать, даже если она тяжело больна, она вполне имеет право оформить квартиру так, как она захочет. Если она хочет оформить на двоих сыновей, пожалуйста, она может им подарить по одной второй доле на эту квартиру. Это законом допускается. Единственное, что, конечно, придется вызывать на дом нотариуса, для того, чтобы она дала доверенность на эту сделку, для совершения этой сделки. Либо в присутствии нотариуса эту сделку совершить. Это уже будет нотариальный договор дарения. Да. Ну, здесь уже, да, просто вот другой фактор влияет. Один ухаживает, другой нет, да, не может. И вот делится пополам квартира. Ну, ситуации, наверное, бывают очень много. Очень много, очень разные. Но я еще раз повторяю, главное взаимоуважение и любовь друг к другу. Больше здесь трудно что-либо сказать. Да, ну, так как у нас центральная тема сегодня семья, все-таки еще хотелось от вас услышать по брачному договору какие-то советы, когда его лучше все-таки составлять, на что, опять же, обращать внимание. Потому что, конечно, браки создаются на фоне эмоциональной любви, доверия и счастья. На небесах. Да. И вот что вот важно? Ну, важно в том числе, чтобы вы понимали ту ответственность, которая стоит перед вами при заключении брачного договора. Если у вас есть недвижимость, которая ваша личная, в брачном договоре это тоже можно предусмотреть, что данное имущество всегда будет вашей личной собственности. И тем самым вы защитите то имущество, которое у вас есть. В последующем вы можете определить как долевой режим имущества супругов, так и совместный режим, как будет удобно самим сторонам сделки. В брачном договоре, конечно, можно и будущее имущество, которое приобретаемое, тоже определить. Пожалуйста, главное договоритесь между собой. И главное, что брачный договор можно заключить даже не только в начале брака, но и в любой момент. В любой момент, пока вы состоите в брач. Да, пока вы состоите в брач. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо и вам за внимание, активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова